Любочка, ну вот скажи, вообще Карпаты тебе понравились? У нас женщина с Байкала была, 7 суток ехала на Пустье до Москвы, потом сутки сюда до Яремчи ехала, и когда у него спросили, ты чего приехала-то с Байкала в Карпат? Она говорит, думала, Байкал самое красивое место на земле, ничего не буду говорить, чтобы не бить Байкал, но мое сердце остается в Карпатах. Как тебе вот к душе, к сердцу, вот как все здесь? Когда я гуляла, я много гуляла, я ловила себя на мысли, что, а если здесь землю купить, интересно, почем построиться, жить бы здесь вот так вот, было бы, наверное, хорошо. Вот домик такой, вот такие домики из дерева, из бруса, шикарные, вот мне нравится стиль, мне нравится, как люди обустраивают свое жилье здесь. И еще забавно для меня было, у нас в Москве человек может жить в бедном доме, в такой развалюшке, в бедной квартире, но у него крутая тачка. Ну или, по крайней мере, какая-то такая приличная машина. Здесь люди ездят на Жигулях, и у них хороший, нормальный дом. Такси, карпатская такси, лошадка с брычкой. Да, то есть, ну, вот мне кажется, это здоровое отношение к жизни. Вот эти показухи, которые у меня, мне несколько кажется странной. А то, что у нас здесь нет, из, так сказать, цивилизации, только электричество. Да, канализации нет, там вода, речка, скважина, отопления, газа нет, да, только котел на дровах, камин. Ну, скажи, а как тебе здесь вот в центре понравилось, в самом центре? Когда я зашла, я была удивлена, потому что все натуральное, все экологически чистое. Даже окна, даже окна деревянные, стеклопакеты. Это, по-моему, очень восхитительно. Заходишь в комнату и чувствуешь запах дерева. И вот в этом запахе дерева ты живешь. И все вокруг камень, дерево, все только натуральное. И на улице шикарный воздух, и внутри дома свой вот такой древесный дух. Да, очень, очень здорово. И что же не было тебе некомфортно, что мы еще не до конца обустроились, там, территория, там, и баньку еще пока не предлагаем? Баньку не предлагаете, это, конечно, плохо. Это упущение. Это упущение. Но очень здорово, и я рада, что вы строитесь. Я очень, очень рада, что вообще вот это все развивается. И то, как вы к этому подходите, то, что вы начали делать, ну, хорошо, качественно. То есть, вот, мне очень импонирует акцент школы на качестве. Качестве услуг, качестве материалов, которые даются. Очень много обучения. То есть, не просто голодаешь и все, а именно дается много понимания, как нужно относиться к этому, как правильно питаться, почему происходит вот это, какой процесс при голодании происходит. Зачем это, вот, вот все, очень, очень много знаний. Которые только осознанно, да, я говорю, да. Конечно, поддерживают, во-первых, в процессе, а во-вторых, ну, зачем голодать, нормальный человек такой, ну, что я, я есть хочу, зачем мне голодать, себя самому мучить. А ты здесь начинаешь понимать, зачем, как это работает, какие бонусы ты от этого получишь, и как эти бонусы потом, не просто получить, съесть и забыть, а как это потом поддерживать. И вот качество всего меня восхищает, конечно. Я очень рада, что я именно здесь, благодаря семенам, потому что все качественное. Качественный дом, то, что сделано, сделано качественно. То, что не сделано, пока не сделано. Ну, и хорошо, я представляю, как это будет здорово. Да, да. Представляю, как это будет здорово, когда оно будет сделано. Мечтой, да? Мечтой. И то, что вы хотите построить теплицу подземную, чтобы всегда было, а не хотят построить органическую пищу каждый круглый год, подземную теплицу, я вообще в восторге, я никогда даже не слышала о таком. И то, что вы хотите сделать, вот ваши планы, в которых я знаю, что там массажный кабинет, сауна, косметология, то есть, вот, чтобы человек пришел, погрузился и вышел вообще в руки. Так, как он мечтал, да? Так, как он мечтал, так, как он будет чувствовать себя значительно лучше. И это очень здорово, и поэтому я очень поддерживаю вашу школу, и если вам нужны деньги на развитие, то я уже, да, и задала, уже не вместе. Друзья, если у вас есть желание поддержать шикарный проект, это действительно качественный, полезный и очень нужный людям. Поддержите школу Анны Якуба, это очень здорово. Любочка, ну а мы тебе хотим сказать спасибо. Я благодаря твоим подругам, которые были до тебя, узнала о Майкле Рочи. Я прочитала одну его книгу, у меня есть больше, я очень хочу найти время прочитать. Я рада, что ты рассказала про семинар, который будет в сентябре проходить. Да, ежегодно проходит семинар, ты видишь, и Майкла Рочи. Я его лично увижу теперь, потому что я наслышана, и я уже попробовала работать по его системе, и вижу действительно, что она работает, и я хочу в нее углубиться больше, и благодарю тебя за те мини-мастер-классы, которые ты, несмотря на то, что ты голодала, и разговаривать тяжело, ты дала всем нам, поделилась этим, этим поделилась и с участниками программы, и сейчас об этом рассказала, и я думаю, что мы продолжим наши встречи, и ты еще не последний раз у нас здесь, и увидишь ту мечту, которую мы надеемся воплотить как можно быстрее, чтобы это было удобно для всех. И мы с тобой увидимся на семинаре Майкла Рочи. Ты тоже будешь? Конечно. Ура! Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.